Вперед очереди пошли в Богородском районе. Несмотря на завершение программы ликвидации очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет, там открылся еще один детский садик. Так, за 4 года в Богородском районе было открыто 5 дошкольных учреждений, которые сейчас посещают около 800 детей. Новый садик оснащен всем необходимым для воспитания и развития ребенка. Интерактивные доски, развивающие игры, учебные пособия. Открывал садик губернатор Валерий Шанцев. Интерактивный пол. Встроенный проектор дает изображение игры на пол и реагируя на движение детей, картинка меняется. Программа предусматривает больше 4,8 и 10 игр различной направленности и сложности. Игра. Очистим море от мусора. Дети ориентируются в пространстве, ищут мусор и удаляют его с морского гна. Это оборудование абсолютно безопасное. Ребеночек может ползать на этой проекции, может ходить. В первую очередь здесь мы будем работать с детьми, у которых повышенная тревожность, чтобы адаптировать их к окружающей действительности. Мне понравились группы, потому что в них там так красиво. И еще мне понравился зал, потому что там очень красиво. Подарки повсюду расставлены, так украсено. Я играю в всякие пазлы, мозаики, рисование. Детский сад номер 9 рассчитан на 184 воспитанника. Дети с 3 до 7 лет. Помимо групповых комнат, в нашем детском саду организовано дополнительное образование. Есть музыкальный зал, спортивный зал, экологическая студия, а также студия начального технического моделирования, которая оснащена различными видами конструктора. Наша область отличается тем, что даже при прекращении федеральных программ по возведению учреждений дошкольного образования изыскиваются способы, пути. Вот наглядный пример этому открытию. Впервые у нас в области появляется программа капитального ремонта уже имеющихся учреждений образовательных. Это вообще новое слово. Я думаю, что я точно знаю, что и в субъектах федерации других в стране нет такой программы. Идет жилищное строительство, строятся новые жилые микрорайоны, в частности, вот новинки, микрорайон в Богородском районе. И, конечно, там прежде всего вселяются молодые семьи с детьми, поэтому будем там строить детский садик. Вот в новинках будем закладывать. Такой же детский сад в ЖСК «Зенит» будем строить в Нижнем, в Бурнаковской, микрорайон тоже 330 мест, 110 мест. Жилищное строительство продолжается, значит, надо всю инфраструктуру социальную тоже строить. Субтитры создавал DimaTorzok